Я приветствую вас на канале Аленин сад. В этом видео я покажу мой урожай перца, который я вырастила в теплице, и расскажу о сортах, которые я выращивала. И плюс к этому мы сравним перец, который формировался, и перец, который не формировался, не обрезался. Оставайтесь со мной, не выключайте это видео, впереди очень много интересного. Кстати, я думаю, что такой урожай перца 100% заслуживает пальчика вверх. Прямо сейчас ставьте лайк и смотрите дальше. Итак, у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, около 9 сортов перца. В процессе точнее определюсь. Когда они были посажены, как выращивалась рассада, обо всем этом, конечно же, уже давно есть видео на моем канале. И каждого сорта посажено по 2 растения. Вот этот ряд, который ближе ко мне, он формированный. Я его обрезала, посынковала, обрезала макушки, вершковала, другими словами. А второй ряд перца я только удаляла немножечко снизу листья. И больше я с ним ничего не делала. Видите, макушки на месте, все посынки на месте, все на месте. Оценить вот так просто на глаз довольно сложно, когда перчинки все на растениях. Здесь это куча листвы. Поэтому я думаю, что сначала я срежу все эти растения, разложу их на травки. А потом уже мы будем сравнивать урожайность. А сейчас сначала расскажу о сортах. Первый у меня растет сорт Испанка. На латышском Испании это. Это сорт мне дала Майя. Она коллекционер перца из Латвии. Какое у него оригинальное название, я, может быть, напишу на экране, позвоню Майе, узнаю. Должно быть оригинальное название. Но то название, которое мы имеем, говорит о том, что происхождение этого сорта типа испанское. Великолепный красный крупный перец для запекания. Супер-супер урожайный. Вот у нас это все один куст. А вот здесь у нас второй куст. Вот, посмотрите, какая красотища. Какой великолепный просто перец. Потрясающий. Первые плоды здесь уже у меня подпортились, потому что я не собирала ничего ради съемок, ради того, чтобы показать перец во всей красе. Я здесь ничего не срывала. Поэтому многие перцы даже просто отвалились уже, испортились от перезревания. Вот такой вот сорт испанка. Просто слюнки текут, когда я на него смотрю. Следующий сорт это Фатима. Или Фатима. Здесь он соединяется плавно с другим немножечко, похожим на него сортом. Вот, вот это вот, это Фатима. Высотой выше метра, метра полтора он вырастает. Ну, вырос у меня в теплице. Очень похож на испанку. Это тоже очень крупные, длинные красные перцы. У меня будет таких еще несколько сортов, потому что я обожаю подобный сорта тип перца. Он для меня самый вкусный, потому что можно запекать эти перцы. И они просто великолепные после запекания. Ну и фаршировать можно, замораживать. Все, что угодно можно делать. Лечо великолепные получаются. На мой взгляд, вот эти перцы самые лучшие. Ну и плюс их урожайность. Они высокорослые, они супер урожайные. Красные вкусные перцы. Здесь покажу еще Фатиму. Она здесь из неформированного ряда. И она здесь такая, более толстенькие плоды, более широкие, губовидные. А вот это формированное растение. Но, видимо, тут ему что-то было не очень хорошо совсем. И тоже плоды такие вот четырехгранные. Трехгранные. Очень крупные, очень такие большие. Но их немножко. А это сорт перца Пикио. Это довольно мелкие перчики красного цвета. И они должны быть немножечко острыми. Не пробовала, еще не знаю. Но этот Пикио, это именно сорта тип из Испании. Я о нем рассказывала в моем прошлогоднем видео о сортах перца, происхождении сортов перца. И там я упоминала про этот Пикио. Потому что его очень интересно в Испании готовят специфическим образом для фаршировки. Запекают, очищают и вот так цельно маринуют, продают в магазинах. И на выставке осенью Майя мне подарила именно этот сорт перца, о котором я только мечтать могла. Неожиданно у нее он уже есть. И вот такой замечательный этот Пикио вырос. Хоть он и не очень крупный, но зато он супер-супер урожайный. Все до самого верха у нас в перчиночках. И запекать его, конечно же, можно. В прошлом году я тоже запекала, но он у меня не был острым, как мне показалось. И Майя тоже сказала, что каждый десятый острый. В целом он довольно сладкий. Очень мне нравится. Не терпится, конечно же, его попробовать. Это Пикио. Вот такой вот один единственный кустик. Посмотрите, какой он классный. Суперский просто. А это Корна де Торро или бычий рог желтый. Великолепный, длинный, желтый, вкуснющий просто перчик, конечно же. Другие я и не выращиваю. Посмотрите, какая длина. Поэтому он так и называется. Рог быка. Очень похож. Тонкостенный для запекания. Идеален, вкусен. Просто супер. И желтого цвета, да, для разнообразия. То у меня все красное, красное и красное. А здесь вот еще и красивый такой желтенький. Супер урожайный, как вы видите. Все у меня тут заваливалось. Я их подвязывала. Даже, в принципе, говорить особо больше не о чем. Все. Картинка все выдает. Картинка все показывает. Созревание, высоту растения, урожайность, размерность плодов. Все здесь. Все здесь. И вот здесь не обрезанная веточка. Посмотрите, высота растения. Высота растения, она до крыши теплицы. Если не обрезать, то он вырос бы 2,5 метра высотой. Это потому, что эти перцы, они считаются индетами и могут расти, как и томаты, до бесконечности долго, если создать им определенные условия. А это называется зелто пепперони. Это мне далась имена Людмила Кадзасова. Переводится, соответственно, желтый пепперони. А пепперони по-итальянски это просто перец. Поэтому это тоже не сорт, соответственно, это сортотип. Желтые, красивые, ровные плоды. Очень хорошие, красивые. Вот так вот выглядят. Очень аккуратненькие, миленькие. Урожайность у него довольно высокая. Но по сравнению с остальными моими перцами, не самая высокая. Но он, может быть, рос вот из-за этих досочек. Ему было не очень удобно. Другие перцы на него навалились. И поэтому немножечко не очень хорошие условия. Чуть пониже урожайность. Но если бы не все остальные перцы, то про него бы мы сказали, что он замечательный, урожайный. Все у него супер замечательно. Вот такой вот он. Крупный, красивый перец. И среди этих всех гигантов у меня затесался сорт перца здоровья. Он оказался совсем невысоким. Буквально сантиметров 80 вытянул здесь. Поэтому не место ему здесь оказалось. Но он созрел раньше всех, до технической спелости. И очень долгое время он висел желтенький, совершенно похожий на белозерку. Я даже не думала, что он в конце концов покраснеет. И вот в итоге он покраснел. Но на это ему потребовалось месяца два, наверное. Очень долго он был желтого цвета. А это сорт полермо. Более тонкие, конусовидные, плоские перцы. И посмотрите, какой он замечательный, какой он урожайный, какой он высокий. Он тоже может дорасти до крыши теплицы. И он до сих пор еще завязывает плоды. Вот еще зеленые здесь созревают. И здесь неформированный полермо. А потом мы оценим. Но вот сейчас я уже могу точно сказать, что плодов меньше, но они крупнее. Это вообще такая тенденция, на которую мы потом обратим с вами внимание. А этот полермо формированный. Плодов целая куча. Вот еще, еще и еще. Огромный куст, огромное количество плодов. Все созрели. Все приблизительно одного размерчика. Вот. И еще вот он сверху тут зеленые пытается вырастить. Супер, супер классный. Семена я взяла из магазинового перца. Там же на этикетке я прочитала его название. Полермо. Я сразу поняла, что он идеально подходит для запекания. Посмотрите на эту форму. Как будто бы специально вывели его, этот сорт, для того, чтобы можно было очень легко запекать вот так вот целиком. Схожесть у семян, которые вы только что вынете из перца, будет просто 120%. И посмотрите результат. Замечательный сортовой перец. Полермо. Если у вас в супермаркете продается, то не заморачивайтесь с покупкой через интернет. У коллекционеров просто идете в супермаркет, покупаете буквально один плодик. И семян вам хватит, чтобы засадить половину огорода этим чудесным перцем. Вот такой вот он, этот сорт полермо. Замечательный, красивый семена. Соберу, свежие. На следующий год посею. Будет 100% схожесть у всех этих сортов. И, в принципе, история должна повториться. История должна повториться. Вся эта красота должна снова вырасти. В теплице перцу очень и очень понравилось. По центральной грядке теплые корни. Для сухие довольно. Перцу только этого и нужно. Чтобы была теплота в зоне корней. И достаточное питание. Поливы, конечно же, были у меня довольно регулярные. Раз в три дня, июнь и июль, мы их поливали. В августе сократили поливы уже до одного раза в неделю сначала. А потом и того меньше. И уже, по крайней мере, недели две где-то эти перцы вообще не поливаются. Ну, а сегодня ночью обещают заморозок первый. Довольно сильный. Минус один продержится некоторое время. И поэтому я хочу собрать для того, чтобы не испортить такой замечательный урожай заморозками. Будет очень жалко, если это все замерзнет. Вот я срезала все мои перцы, вынесла их на улицу и разложила. Формированные и неформированные. И сейчас мы посмотрим, есть ли какая-то разница в урожайности или в чем-то еще. Итак, сорт испанка. Здесь два растения. Это сформированное, хорошее растение, которое росло сразу у входа. Это растение, которое росло с другой абсолютно стороны, противоположной от входа. То и другое с высокой урожайностью. А это растение неформированное, которое росло подальше от входа. И мы видим, что с урожайностью у него все абсолютно так же. Но что еще мы видим? То, что плоды у неформированного растения покрупнее. Парадокс, казалось бы. Вот они подлиннее, покрупнее. Я уверена, что если взвешивать, то по массе и то будет одинаковое. У этого видно, макушки не обрезанные. И вся масса перца располагается в той же самой нижней части, что и у формированных растений. А выше ничего уже не завязывается. Идет только зеленая листва. Очень хорошо для примера использовать сорт Пикийо. Это растение сформированное и завершкованное. И все, что нужно было с ним сделанное. Это растение росло само по себе совершенно. К нему я не притрагивалась, не вершковала, не формировала. Сколько было веток, столько. И осталось этих веток на нем. Ну, и что мы видим? Опять, по количеству плодов нет никакой разницы. Я, конечно, не пересчитываю, я на глаз смотрю. Потому что тут нам не нужна какая-то точная абсолютно математика, чтобы статистику правильно сделать, чтобы оценить весь этот процесс. Нет, нам нужно приблизительное сравнение. И вот приблизительно я вижу, что здесь и здесь количество перчинок одинаковое. Кстати, вы можете нажать на стоп и посчитать, написать в комментариях, права я или я очень сильно ошибаюсь. Так вот, что по размеру? Размер я вижу тоже приблизительно одинаковый. Нет никакой какой-то глобальной разницы, которая бы бросалась в глаза. И мы сказали бы, ой, здесь крупней или здесь крупней. В чем разница все-таки есть? Опять мы видим, что у неформированного веток у него больше. И перец образовался в определенной части куста. Вот в нижней части он образовался, выше идет листва. У формированного же перец завязался гораздо выше. Но так как количество веточек меньше я оставляла, то пропорционально количественно перчинки тут и тут они одинаковые. Если бы, может быть, я оставила здесь больше веток, а только завершковала бы его вовремя, то здесь урожайность была выше. Но я ветки обрезала. Здесь только лишь, получается, выше завязались и вызрели все плоды. Как мы можем это знание теперь применить? А так, что если вы живете в регионе с коротким летом, то сформированный перец у вас созреет быстрее полностью по всему кусту, на кусте. Если же у вас лето длинное, то не формируете и получаете то же самое. Еще пример на сорте Корна де Торра. Здесь формированное растение, здесь растение неформированное. Хочу обратить ваше внимание на высоту этого растения. Вот его ветка уходит все выше и выше и выше и цветет. Замечательно цветет. Если бы была отапливаемая теплица, то до Нового года можно было собирать урожай. Потому что перец растение короткого дня. И наоборот, хорошо себя чувствует, хорошо завязывают плоды и цветет, когда день сокращается. И сейчас как раз и такое время. По урожайности, что мы видим? У неформированного плодов даже чуточку больше. И они чуточку крупнее, чем у формированного. Опять же, конечно, связано с самой рассадой. Может быть, не очень будет правильно сравнивать всего два растения. Но опять же, мне не нужна четкая какая-то супер статистика. Мне нужно было посмотреть, стоит или не стоит заморачиваться и тщательно формировать перец. Или даже так скажем, стоит ли волноваться, если я перец сформировать тщательно не успела. Стоит ли переживать по этому поводу, расстраиваться, зацикливаться и бросать, например, отпускное время на то, чтобы формировать перец, иначе ничего не вырастет. Вот. Вот Корн Дитора, неформированный, вырос даже лучше, чем формированный. И здесь у нас сорт Фатима, тоже. Вот она, неформированная Фатима против формированной. Но это даже я во внимание не принимаю, потому что они вот в разных совершенно местах росли и, возможно, с этим очень сильно связаны, потому что в целом вот этот кустик, видите, он такой хиловатый по сравнению с этим кустом, но это не связано уже с формировкой, связано с самим растением. Поэтому не берем это в статистику. А вот эта вот испанка, еще одна росла с другого края теплицы, опять же, формированная, неформированная. Это формированная испанка, это неформированная испанка. И вот между ними вообще нет никакой абсолютно разницы. Поэтому, какие можно сделать выводы, формируй, не формируй, все равно получишь хороший результат. Если у вас хороший будет агрофон, если будет хорошая почва питательная и поливы, то все у вас получится и без формировки. Но, если у вас очень короткое лето, если у вас условия... О, какой красавчик, вы посмотрите, выпался. Откуда он успел прискакать сюда? Ой, на перец скорее напал. Да уж, перебил мои выводы. Если у вас короткое лето, если у вас холодная теплица, то лучше формировать более-менее. Не нужно сильно, тщательно изучать этот вопрос. Хотя бы просто удалять лишние листья и вершковать его вовремя. Тогда это даст вам результат в виде полностью созревших перцев по всей длине. Вот здесь у нас полностью все созрело, а здесь у нас наверху еще не совсем готовенькие. Они, конечно, в технической спелости уже дозреют дома. Но вот они зеленые. Еще удаление листьев и вершков дает больше солнца. И поэтому быстрее плоды созревают. То же самое у помидоров. Вот, пожалуй, и все. Пожалуй, все выводы, которые можно сделать. Я думаю, что вы меня поняли, о чем я говорю. Так, теперь моя задача собрать весь этот урожай, сложить в ящики, подписать плоды, которые пойдут у меня на семена, отвезти это все домой и заняться переработкой. Да, это самое неинтересное, честно признаюсь вам, в моей работе. Я люблю выращивать, я люблю получать богатые урожаи, но я не люблю эти урожаи заготавливать. Музыка 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 Ну, еще раз напоминаю, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал Аленин Сад. Здесь очень много всего интересного, по крайней мере, можно научиться выращивать вот такие вот замечательные перцы. Я желаю вам богатых урожаев, всего самого-самого-самого наилучшего и до новых встреч!